всем привет сейчас мы готовим творожный торт для этого нужно сделать бисквитную подушку на листик мы делаем по обычный бисквит 7 яиц 7 ложек сахара 7 ложек муки для этого нам нужно сейчас отделить желтки от белков взбить отдельно белки и отдельные желтки яйца желательно чтобы были охлажденные мы еще делаем на два листика поэтому настолько можно на маленькие по вот это на маленькую формочку меньше яиц на 7 ай на 3 делает мы будем делать на большой на большую среднюю желтки мы добавляем сейчас муку все потом это все смешать и ставим духовку подписывайтесь на наш канал и ставьте только лайки а мы будем для вас готовить на 20-30 минут при температуре 180 ну там будете смотреть теперь мы делаем вторую часть свой тартар творожный берем 5 пачек творога по скоро просто по 300 грамм высыпаем 5 процентов ну это на любителя кто какой любую сахар вы будете регулировать высыпаем и перетираем его блендером до однородной можно делаем пасту такую творожную сахаром пробовать конечно вот это вот творожную массу нужно ее будет по вкусу какой вы хотите по сладости сюда будет еще добавляться и желатин пришло время полчаса 30 минут вроде спекся сейчас будем смотреть не получился красивый желтенько ну сбитая али клубнику и мы порежем и сейчас на кусочки эту клубнику мы будем добавлять в творог а малина будет украшена сверху 33 процента теперь начинаем жевать сливки теперь начинаем жевать сливки сама нежность огонь теперь берем наш творог но они не сладкие заметьте нет есть кондитерские сливки сладкие это можно их покупать смотри теперь мы в творог добавляем желатин растворившийся это для того чтобы она получилась сцепка между творогом и сливками и плотнее до плотность была чтобы он стоял формочку когда будем раскроем сейчас мы перебешаем сейчас мы перебешаем неаккуратно неаккуратно вообще делать аккуратненько слышали? делайте все аккуратно как я Кристина у меня ну вроде творог разбит нормально теперь мы добавляем сюда сливки и потихонечку это все будем перемешивать ой какая красота сейчас красота какая ты бы наверное села вообще с ложкой и ложечка села бы и ела мы в Молдове специально в советское время ходили в кафе чтобы покушать сливки взбитые домашние у нас одно место было такое как оно называлось может кто-то знает ветерок по-моему вылили в ветерке у нас в карте чкалово теперь это все тщательно перемешиваем аккуратно когда не взбиваем просто перемешиваем нежно очень нежно опять-таки творог нужно было пробовать на сахар добавлять творог так как еще сливок много не сладких да да есть и кондитерские сливки они сладкие идут с сахаром там с разными ароматами продают тогда меньше сахара а так опять-таки кто любит сладкое кто любит не сладкое я люблю не сладкое я люблю сладкое у всех разные вкусы кто худеет кто поправляется все перемешали и сейчас пойдем форму готовить и так пошел процесс оформление торта оформление торта на корж выкладываем мы разрезали его напополам мы раньше так не делали но решили попробовать выложить на корж под творог немного клубнички чтобы оно будет мы всегда делали чистый корж творог и сверху уже украшения сейчас мы решили еще и нанести а тогда чтобы сезон клубника заканчивается чтобы уже так понаедались все это у нас один корж вот у нас второй корж теперь мы берем наш творог взбитый сливками с сахаром с желатином и начинаем накладывать форму заполнять форму нужно заполнять так чтобы еще сверху залить желатином когда это застынет все не желатином а желе ой желе да простите ягодки будут и жилище фруктовое желе но прийти может и не хватит давай раз смазывать красиво я уже прям представляю какое оно вкусное сейчас люди сейчас люди выделения не интересны и так пришло время желе немножко наш творог творожная основа уже застыла и желе у нас тоже подостыла теперь будем разливать почему должно быть желе прохладным потому что горячее оно осядет и опять ставить в холодильник до полного застывания и потом когда достанем какое же оно красивое все 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 отправляем в холодильник смотрите какая красота я уже прям представляю как он холодненький и так готов наш торт желе которое мы залили оно все стекло вниз формочка была куплена мы первый раз запекали в ней и я вам скажу что она неудачная давайте откроем его и попробуем достать да так сейчас давайте она прилипла это все снизу все он в желе какой-то кошмар сейчас где-то крышка открылась она открылась так Ваня уже ждет тортик ну так с виду конечно красивенько сейчас будем резать малина малина пришло время его разрезать и посмотреть что там внутри все все красиво и аппетитно сейчас будем пробовать подписывайтесь на наш канал и ставьте только лайки а мы будем для вас готовить так вот все и и и и